Пассажирское автотранспортное предприятие Хангаласского района переживает не лучшие времена и находится на грани банкротства. Об этом заявили во время отчета директора компании о проделанной работе. На собрании, которое больше напоминало картину из тяжелых 90-х, побывала Саргалана Элина. Муниципальное учреждение «Пассажирское автотранспортное предприятие Хангаласского улуса», которое находится в поселке Махсагалох, сегодня это предприятие с общим долгом 18 миллионов 300 тысяч рублей. Расходы превышают доходы, работники месяцами не получают зарплату. Директор считает, что ситуация под контролем, из его стороны делается все возможное. Сейчас подписан газовый контракт с ЕТЭКом, там мы экономим 50%. Сейчас у нас перевод газового оборудования улуса будет тоже производиться, и там мы уже будем иметь свои определенные дивиденды и заработок. Работа проходит колоссальная. В ответ на выступление директора посыпался шквал вопросов. Почему простаивают фекалки, которые могут приносить реальный доход? Почему отказались от обслуживания организации, отдали их конкурентов и так далее? Ни одного толкового ответа в свои вопросы люди не услышали. Ситуация на ПАТП действительно аховая. Что? Где эти запчасти? Их нету. У нас даже сейчас вот не автобус, который вы передали нам, школьный автобус, он стоит боком. То есть рессоры просевшие. Нечем нарастить даже просто, заменить нечем, денег нет. У нас даже простых старых рессов нету. Я второй месяц кварплату не плачу уже. За садик у меня 20 тысяч за троих детей накопилось. Варианты остаются какие? Это, во-первых, оптимизация расходов по предприятию, в части содержания административного правительского персонала. Второй вариант – это оптимизация расходов по коммуналке. Ну и третий вопрос – это мы отрабатываем со всеми платежщиками, это и наш бюджет муниципального района, и одновременно это средства республиканского бюджета, которые поступают по линии управления соцзащитой. Поэтому отношения мы поможем в предприятии, но и предприятию надо будет и самому уже продумать варианты использования спецавтотранспорта, тех же фекалок, раз, водовозки, два. И самое главное – район должен теперь уже отработать с Минтрансом по обновлению автопарка. Остается надеяться, что в скором времени, согласно обещанию директора Геннадия Лаптева, работа предприятия наладится, люди начнут получать нормальную зарплату, а мы будем дальше следить за развитием событий. Сарглана Ильина, Александр Ирков, НВК Саха, Хангаласки, Улус.